добрый день с вами максим упиров и обзор самых интересных на наш взгляд событий произошедших за последнюю неделю в российской арктике сегодня в выпуске в мурманске обсудили затонувшие подводные лодки на таймыре спасли белую медведицу чукотские спортсмены пробежали полумарафон по тундре в мурманске обсудили необходимость подъема затопленных подводных лодок со дна ледовитого океана сейчас в северных морях лежат десятки ядерных объектов многим из них уже более полувека среди самых опасных подводная лодка б-159 затонувшая всего в 60 километрах от мурманска в августе 2003 а также лодка к 27 с двумя реакторами которая лежит на дне карского моря чтобы решить эту проблему в заполярье в рамках председательства россии в арктическом совете провели тематическую конференцию в которой приняли участие эксперты атомной отрасли военные и представители власти на проблему затопленных ядерных объектов есть две точки зрения одни считают что не стоит тревожить объекты которые не создают радиационного фона другие уверены что через несколько лет металлические корпуса судов проржавеют и элементы ядерных установок окажутся в воде что приведет к экологической катастрофе перед тем как принять окончательное решение участники конференции отправятся в экспедицию к месту крушения подлодки б-159 чтобы на месте ознакомиться с вариантами ее подъема на поверхность во-первых мы при всех прекрасно понимаем насколько это серьезно и должен быть принято должно быть принято решение однозначное однозначное и правильное потому что здесь ошибки недопустима в карелии провели семинар для предпринимателей которые хотят выпускать продукцию под общим брендом сделано в карелии еще в 2017 году совет федерации поставил задачу каждому сенатору оказать содействие региональным производителям в регистрации не менее двух местных брендов уже несколько лет представители роспатента и федерального института промышленной собственности ездят по регионам объясняют предпринимателям тонкости регистрации товарных знаков с указанием географических объектов и оказывают правовое содействие специалисты считают что уникальность региона может усилить интерес к товару и наоборот уникальный товар может привлечь внимание к региону в котором он производится сейчас в республике есть только один подобный бренд карельские калитки это такие открытые пирожки с начинкой но в ближайшем будущем уникальных карельских товаров должно стать больше в большинстве случаев если не защищать объекта своей интеллектуальной собственности компания может упущенную выгоду свою какую-то терять от этого семинара мы хотим получить больше информации потому что эта тема довольно таки закрытой приходится если мы сталкиваемся с регистрацией там даже товарных знаков приходится информацию самим искать и обращаться непосредственно в роспатент на таймыре спасли белую медведицу которая вышла к людям за помощью животное вылизывало консервную банку и застряла в ней языком зацепившись за крышку из-за этого хищница не могла ни есть ни пить в итоге она пришла к поселку диксон жители которого попытались достать банку самостоятельно но не смогли в итоге спасать медведицу вылетели специалисты рост природнодзора и ветеринары московского зоопарка содействие в операции по спасению полярного мишки оказала компания норникель она предоставила специалистам вертолет а на механическом заводе изготовили клетку чтобы после операции перевести хищника в живую природу медведицу погрузили в сон сняли с языка банку обработали рану вкололи противовоспалительные препараты и перевезли в естественную среду обитания оставив рядом 50 килограммов рыбы на первое время она довольно молодая значит там где-то мать и в общем-то она скорее все сама еще плохо охотится вот обычно в этом возрасте не ищу с маму никуда не ходят худоватая конечно но в остальном там все в порядке зубы целые все целый язык поврежден но я думаю что он сам становится житель архангельской области со своей семьей своими силами возвели купольный дом необычное строительство в поселке черемужский длится уже девять лет по словам главы семьи евгения амосова они с женой всегда мечтали именно о таком доме но не знали как его построить инструкцию по сборке пришлось покупать у американского инженера после этого сразу закупили строительные материалы по ценам девятилетней давности они обошлись примерно в 3 миллиона рублей после этого начали возведение купола постепенно к строительству подключались подросшие дети все этапы строительства записываются на видеокамеры сначала на фундамент положили утепленную шведскую плиту с инженерными коммуникациями сверху возвели каркас и утеплили его холофайбером правда некоторые элементы здания уже нуждаются в замене площадь первого этажа дома 90 квадратных метров 2 60 сейчас строителям осталось закончить внутреннюю отделку и собрать пристройку в которой разместится зимний сад на чукотке провели спортивный полумарафон под названием бегу по арктике эти соревнования проходят уже второй раз в этом году в них приняли участие 38 спортсменов тогда как в прошлом году их было только 26 из 29 мужчин 4 сошли с дистанции а все девять женщин финишировали быстрее всего дистанцию в 21 километра 100 метров преодолел дмитрий скрыбка со временем 1 час 35 минут он на 6 минут улучшил прошлогодний рекорд трассы у женщин лучший со временем 2 часа 10 минут стала ольга кудрявцева которая год назад заняла в гонке третье место на финише участников ждали чай уха вареная ленина и лепешки от хозяйки иранги не на пенелькут во время церемонии награждения выступали артисты основную программу исполнил ансамбль эргерон всех участников полу марафона наградили медалями выполненными по индивидуальному заказу а также футболками блокнотами и ручками символика соревнований на этом все увидимся с вами на следующей неделе ставьте лайки оставляйте свои комментарии под этим видео и рассказывайте чтобы вы еще хотели узнать про арктику всего вам доброго и до свидания